Глобальный финансовый кризис усиливает конкуренцию между производителями на мировых рынках. Не исключением является и Китай. Местные компании ведут серьезную борьбу со всемирно известными брендами за предпочтение свыше миллиарда потребителей. О рыночных баталиях в Поднебесной в нашем следующем сюжете. Иностранные бренды на рынке потребительских товаров Китая столкнулись с острой конкуренцией со стороны местных производителей. Из-за снижения продаж за рубежом китайские компании вынуждены все больше ориентироваться на отечественных потребителей. По данным последнего исследования, только за прошлый год прежней доли рынка лишились около 60% зарубежных компаний. Китайским предприятиям розничной торговли удалось свести к минимуму долю иностранных конкурентов. Такие гиганты, как Кока-Кола, Проктерн Гэббл и Колгейт Палмалев просто не успевают адаптировать свою продукцию к реалиям Поднебесной. Местные компании выигрывают у западных конкурентов за счет лучшего знания предпочтений потребителей. Иностранным производителям и в голову не приходит выпустить зубную пасту с запахом зеленого чая, которая, кстати, пользуется большой популярностью. В этой борьбе отечественным производителям оказывают поддержку и властные структуры. Каждый год, 15 марта, основной телеканал страны CCTV выпускает передачу «День потребителя», который иностранные компании ждут все с большей тревогой от года к году. В предыдущих выпусках объектами критики становились такие крупные иностранные бренды, как Apple, которая в 2013 году была вынуждена принести официальные извинения в связи с нарушениями гарантийных правил. «Это часть наступательной кампании, которая совпадает со страшным днем для иностранных корпораций, Днем потребителя. Вот тогда государственное телевидение обрушивает критику на крупные бренды, ведущие здесь бизнес». Годом ранее атаке подверглась крупнейшая сеть фастфуда в мире – Макдональдс. На телевидении были продемонстрированы кадры, снятые скрытой камерой, где работники Макдональдс поднимают упавшие на пол котлеты и упаковывают их для реализации. «В этом сила социальных сетей, интернета. Есть хорошие и плохие отзывы, и чтобы сохранить свои позиции, вы должны их все учитывать». В этом году китайский госканал обвинил транснациональные автомобилестроительные концерны в завышении стоимости ремонта и технического обслуживания автомобилей. На этот раз в передаче фигурировали преимущественно иностранные автоконцерны – Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover. Китайские автопроизводители не вызвали критических замечаний, что укрепило сложившееся на Западе мнение о передаче «День потребителя» как об инструменте борьбы с иностранными брендами.